Мэри Влад. Желание города Бермор. Глава первая. Анжелика. Кир говорил, что в неудачах иногда больше силы. А я считаю, что у каждого человека есть свой предел. То, что мы можем преодолеть, не умерев и не сойдя с ума. Раны, физические или незримые, всегда оставляют следы. Однако не с каждой раной можно справиться. Не каждое испытание вынести. Человеку по силам многое, но не всё. В одном Марк был прав. Люди — достаточно хрупкие создания, которые часто ломаются. Но этот мир — не ошибка. Он такой, какой есть. И люди тоже не ошибка природы. Мы здесь, на этой планете. Значит, в нашем существовании есть смысл. Пусть никто его пока не нашёл, но раз мы рождаемся, значит, у нас есть полное право жить и строить своё счастье. Чувство. Не слабость. Я наконец-то поняла это. Если не игнорировать разум, то в любой ситуации их можно превратить в силу и использовать себе на пользу, не потеряв над ними контроль. В этом мире всё относительно, и любовь — это не только про радость. Любовь может причинять жуткую боль. Любовь может разрушать. Но также она может стать источником силы. Когда мы любим, мы так уязвимы. Парадокс в том, что одновременно мы становимся сильнее. Ради любимых мы можем горы свернуть, хотим для них самого лучшего и готовы оберегать от любой опасности. Но защищать это сложно, а иногда и вовсе невозможно. Порой можно лишиться намного. Намного больше того, что хотелось защитить. Я не смогла защитить Лейлу и потеряла всю семью. Урок был болезненным, но я сделала выводы. Это не значит, что впредь я не буду допускать ошибок. Буду, как и любой человек. Люди не идеальны, никто из нас не святой. Мы не обладаем супергеройскими способностями, и мы не всегда поступаем правильно в глазах окружающих, ведь сколько людей, столько и мнений. Что хорошо для одного, может являться абсолютным злом для другого. Человек всегда выбирает для себя наилучший вариант из возможных. Но что выбрать мне? Как быть? Ян. Алекс. Проскулила я, обняв себя за плечи. Что мне делать? Я всё ещё сидела между ними и раскачивалась вперёд и назад. Прошло не более минуты, но она показалась мне вечностью, ведь для парней счёт шёл на секунды. В какую сторону пойти? Машины поблизости нет, но он же как-то привёз нас сюда. Значит, потом отогнал её и оставил где-то. Возможно, около дороги. Но все следы замело. Мы в грёбаном поле. Я не знаю, в какую сторону идти. Чёрт, я такая бесполезная. Просто сижу и смотрю, как вы умираете. Я судорожно втянула воздух, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Обвиняя себя, ничего не изменишь. Так говорил и Кир, и Алекс, и многие, кого я знала. Какой же глупой я была. Никогда я не была одна. Вокруг меня всегда находились те, кто любил и поддерживал. Но я сама их отталкивала, обозлившись на весь мир, потому что какие-то козлы постоянно издевались надо мной. Но не все люди плохие. У меня всегда были друзья и любимые, а я не акцентировала на этом внимание. Воспринимала как должное. Зато отморозков замечала всегда. Какая же я... Сцепив зубы, я мотнула головой, отгоняя эти ненужные мысли. Сейчас не было времени на слёзы, сожаление или самобичевание. Я должна вытащить нас отсюда. Я обязана справиться. Мои парни не погибнут. Я не позволю этому случиться. Я поднялась на ноги и сжала кулаки. Подошла к телу Марка и стянула с него толстовку и кроссовки. В майке и на каблуках у меня не было бы никаких шансов уйти далеко. Быстро напяли в толстовку и переобувшись, я оглянулась на парней. Я постараюсь... Нет, я приведу помощь. Скоро вернусь, обещаю. Я бегом бросилась на улицу. Тошнило и штормило. Ноги увязали в сугробах. Ветер задувал снег под толстовку, но я упрямо шла вперёд, освещая себе дорогу фонариком и надеясь, что он не сдохнет. Не так уж далеко я и продвинулась, когда, обогнув очередное попавшееся на пути дерево, чуть не врезалась в высокую фигуру. От шока я резко отпрянула назад и едва не рухнула на задницу, но всё же удержала равновесие. Мужчина шагнул мне навстречу, и я посветила на него фонариком. Сначала мне показалось, что его волосы все в снегу, но через секунду до меня дошло, что они совершенно белые, да и прическа была довольно странной для представителя мужского пола. Словно специально растрёпанные пряди выглядели нарочито небрежно, а косая длинная чёлка лезла ему в глаза. Он направил дуло пистолета мне в лицо и холодно поинтересовался. «Анжелика Лассман, это ты?» «Да», — выдохнула я, гадая, друг он нам или враг. Мужчина был абсолютно незнакомым мне. Внешность у него была весьма специфическая, такую трудно забыть. Но он знал моё имя, поэтому вполне вероятно, что и Яна с Алексом тоже знал. «Ну и куда ты так торопишься?» «За помощью». «Алекс и Ян сильно ранены. Они... умирают», — ответила я, чувствуя, что меня всё трясёт, и явно не только от холода. «Ты... кто ты? Ты поможешь нам?» Вместо ответа мужчина в два шага оказался рядом, схватил меня, припечатал спиной к себе, приставил пистолет к виску и прошипел. «Если выяснится, что ты соврала мне, девочка-призраков, то мозги твои останутся здесь. Шагай. И не вздумай предупредить их. «Да что за бред!» — взорвалась я. «Я не вру, они...» «Молчи и шагай». Жёстко перебил он меня, всё ещё держа как заложницу. Я больше не сомневалась, что этот мужчина — наш враг. Дёрнулась, отвлекая его, а затем зарядила ему пяткой по колену. Сзади раздалось приглушённое ругательство, хватка ослабла, и мужчина убрал пистолет. Я хотела двинуть голову ему в кадык, но даже моргнуть не успела, как он развернул меня. На запястьях сомкнулись наручники, а фонарик оказался в его руках. «Ласмана, ты буйная. Знаешь, чем грозит нападение на должностное лицо при исполнении?» Он усмехнулся и раскрыл перед моим носом удостоверение, посвятив на него. «Ноа. Я уже слышала это имя. Однако этот федерал совершенно не внушал доверия. Мало того, что выглядел как заблудшая рок-звезда, так ещё и его методы напоминали скорее бандитские, чем правоохранительные. Может, курочка вообще поддельная и передо мной вовсе не «Ноа». При таком скудном освещении, да ещё и в снежный буран, невозможно было всё досконально разглядеть, чтобы определить подлинность документа. «Нарушение!» — выпалила я в лицо мужчине. «Ты должен был сразу его показать, а не пистолетом размахивать. Откуда мне знать, кто ты? Между прочим, ты первый на меня набросился, так что ничего мне не грозит». «А где свидетели, что я не представился сразу?» «Моё слово против твоего, Ласман. Но и кому из нас поверят?» «Неважно, кому поверят», — отрезала я. «Людям нужна помощь. Если ты представитель закона, то хватит со мной препираться и выполняй уже свою работу». «Это ты растрачиваешь время на пустые разговоры. Шагай и помалкивай». Он подтолкнул меня, давая понять, что я должна идти впереди него, и мне ничего не оставалось, как заткнуться и подчиниться. На кону стояли жизни моих парней. К чёрту принципы и выяснения, кто прав и виноват. «Ноа» буквально наступал мне на пятки, и мы быстро добрались до заброшенного здания, где я оставила парней. Когда мы вошли во внутреннее помещение, «Ноа» довольно грубо оттолкнул меня в сторону и молниеносно оказался рядом с Яном и Алексом. «Дерьмо». Выругался он, стоя в метре от них. Открепил от пояса рацию, нажал на кнопку и процедил. «Они здесь. Предположительно, один труп и двое раненых. Нужны носилки. Мне насрать, что там не проехать. Пошевеливайтесь». Я приближалась, наблюдая за ним, словно сквозь пелену тумана. Мне было всё равно, как именно «Ноа» нашёл нас. Всё равно, что он надел на меня наручники. Главное, что Алексу и Яну окажут помощь. Остановившись в паре метров от «Ноа», я просто ждала, что будет дальше. Он опустился на корточки, проверил их пульс, затем встал и медленно повернулся ко мне. «Тебе придётся поднапрячься, чтобы всё объяснить, Ласман. Не вздумай врать или что-то утаивать. Мы знаем, что ты собиралась бежать. Или вы планировали сделать это впятером? Убитый помогал вам. Но что-то пошло не по плану? Так всё было? Нет. Марк напал на нас, усыпил и привёз сюда, чтобы расправиться с нами. Он и с моей подругой Кристиной что-то сделал. Я не знаю, где она. Марк был серийным убийцей. Ян помешал ему убить меня и сам пострадал. Это была самозащита. Складно, Ласман, складно. Но кое-что не вяжется. Посмотрим, как ты запоёшь, когда посидишь в камере. Нуа вцепился в меня цепким взглядом. Его серо-голубые глаза казались такими холодными и жестокими, что я невольно поёжилась. «Ты осталась без защиты. Учти это», — жёстко отчеканил он. «Двое при смерти, двое за решёткой. Никто тебя не спасёт. В твоих же интересах говорить только правду». Напоминаю, что Бермар — это вымышленная локация. Реальность альтернативная, поэтому могут быть расхождения с общепринятыми нормами, структурами и законами. «Желание города Бермар» — третья книга серии «Бермар». Сюжет единый, про одних персонажей. Начинать читать серию нужно с первой книги «Пороки города Бермар». Важно! Серия «Бермар» — это обратный гарем. Лика выбирать не будет. Это ни секрет и ни спойлер. Бермар изначально задумывался как гаремная сказка, никаких стандартных парочек и ван лав.